Всем привет народ! Остались у меня после сборки ЧПУ немного запчастей, ремень, оська, подшипники линейные. Такая вот шестереночка. Попробую я сейчас из этого всего собрать мини сверлильный станочек, чтобы платки сверлить. Посмотрим что получится из этого. Так, ну смотрите куда я продвинулся. Во-первых, напополам распилил нашу шпильку, направляшку. Еще такая штука у меня от принтера валялась полукруглая. Направляшкой я на нее приклеил ремень и сделал такую вот станину, на которой будет крепиться сам двигатель с двух сторон. У меня подшипники и здесь на оське шестеренка. Там два линейных подшипника. Вот само основание. Сюда направляшки втыкаются с зубцами с этими. Это все дело будет одеваться. И также вот ручка от какого-то старого древнего принтера. Сейчас ее сюда присобачу, чтобы крутить это держалка двигателя. Будет ездить вверх-вниз. Вот как-то так в принципе доделал. Больше нам ничего тут дорабатывать не буду, усовершенствовать. Может быть покрашу. Такой хомут закрепил сам двигатель. Здесь болт вклеил вот в этот пластик. Вырезал там под его головку шестигранник. И на супер клей с содой его туда воткнул. Ручка такая вот похожая от какого-то старого принтера. Так вот это все дело работает. Единственное вот когда начинаешь сверлить, когда сверло упирается в плату, происходит небольшое так вот это движение. Вот в этом месте то, что длина подшипников короткая, то он чуть-чуть вот в этом месте как бы вот лифтит. Вот если штуки два-три на одну очку их посадить, тогда будет конструкция понадежнее. Так как двигатель тяжелый, это все дело вниз норовило уехать. Вышел из ситуации вот таким вот способом. Вкрутил шурупчик и просто резиночку прицепил. Надо будет повыше поднять, просто можно будет еще одну резиночку сделать. Вот так вот. В принципе тут есть зазор. Платку поставил, просверлил, поднял и все, двигатель остался в подвешенном состоянии. Так тут приличный, в принципе, ход сантиметров, наверное, 10. Можно поднимать двигатель. Поставил такой регулятор оборотов мощный. Куда-нибудь его сдать из закреплю потом. Пробовал вот с этим вот. Он буквально через одну минуту у меня сгорел. Скорее всего силовой ключ выгорел. Надо будет поменять просто помощник. Кунтиер F840 поставить. Ну сейчас давайте попробуем просверлить с вами что-нибудь. Смотрите, купил такой вот наборчик на алиэкспрессе. Сверлышек от 0,3 миллиметра до 1,2 миллиметра. Вот 10 штучек тут. Очень классный набор. Мне понравился. Ссылочку оставлю в описании. Стоит копейки. В принципе могу ссылку на регулятор оставить, на движок, на патрончик, который подходит как раз на ось этого двигателя. Сильно не судите. Как бы из говна и палок это все дело собиралось. Ладно, не о том. Накид еще резиновые ножки приделать. Отверстие сверлить на раз-два. Очень классная штука. Мне понравилось. Всю жизнь мечтал о таком. Собирать в принципе часа два максимум я потратил на это все дело. Ладно, ставьте пальцы вверх всем, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте пальцы вверх, вниз. Ладно, всем удачи, всем пока-пока. Поторопился я попрощаться. В общем, еще доработал. Не мог сидеть просто так смотреть на это. Во-первых, ножки резиновые приклеил, чтобы от вибрации она не ездила по столу. Две вот такие трубы алюминиевые прикрутил, чтобы жесткая конструкция была рама. На них сзади прикрутил плату. Все это дело мне питается пока от блока питания. Такие вот штучки здесь. Ну, я думаю, можно будет сделать и на аккумуляторах 18650. Так, что еще тут сделал? Сверху прикрутил пластину, которая упирается в направляшки. И это дает нам жесткость. То есть теперь вот эта вся рама, которая сидит на направляшках, она не играет. Теперь все четко, жестко ездит. Даже когда сверлишь, двигатель стоит на месте и не отклоняется. За счет вот этой вот железячки. Вот такая вот штука получилась. Да, самому. Ну все, теперь точно. Всем пока-пока.